Музыка Дошли, попробовали сначала по верху быть, но там дорога осыпалась, пройти невозможно. Заброшка находится на моей спиралью сейчас. Музыка Ребят, всем привет! Рад вам сообщить, что я остаюсь с вами в Одессе. И вот уже сейчас я со своим братом Андреем отправляюсь в одно очень загадочное место. Мы отправимся в одну очень старую заброшку, которая находится на склонах под литературным музеем в 100 метрах от Одесской мэрии. Будет очень интересно, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Главным фасадом она выходит на лонжероновский спуск. Многие, наверное, проходя по этому спуску, замечали ее. Дверь тут постоянно закрыта. Еще, зайдя в соседний двор, можно увидеть вторую часть этой заброшки. И действительно, на этом редком снимке 1900-х годов мы отчетливо видим обе части еще в рабочем состоянии. Именно с развалинами второй части связаны постоянные споры наших краеведов и простых одесситов, как только ее не называют. Турецкая мечеть, старая церковь, дом с привидениями, самый первый дом Одессы, склад князей Гагаринах или просто служебный корпус тех же Гагаринах, во владении которых находилась ранее вся эта земля. Попасть в этот объект можно только через склоны. Так, собственно, мы и пошли, минуя забор Стамбульского парка. Эти склоны представляют из себя ужасное зрелище. Сплошь они засыпаны мусором, на котором можно встретить бездомников. Пройдя через дикорастущие заросли и перейдя через старые ливневки, мы вышли к огромному заброшенному зданию. Бывшая мореходная школа, а до этого зерновой таможенный Паггаусс. Помню, в начале 2000-х в нем еще были какие-то офисы и работали какие-то люди. Андрюха тоже вспомнил это. Да, я вспомнил лет 10 или 15 назад. Я ходил в это здание, здесь было флотиле юных моряков. С нас начали ввязать узлы, бросать выброски, влажный сенуфор, ну и всякое такое ерунде. А сейчас оно превратилось просто в какой-то заброшенный дом. Вот так вот. Здание видно, что готовят под снос. Как бы уже даже это известно вроде. Собирается тут построить какой-то торговый центр. Вся эта территория пойдет под снос. Но вот эта именно заброшка, что сзади, она вроде как охраняется. Там есть собака, которая как только видит людей. Она на привязи, но она начинает гавкать, лаять. Там какой-то мужик вышел. То есть, это здание охраняется. Охраняем. А нам? Вон туда идти. Я думаю, что нам вот так вверх надо поднять. Да, там. Вот мы сначала попробовали подняться по той дорожке. Давай. Там, короче, невозможно пройти. И вот сейчас мы выбрали вот эту дорожку. Вот мы уже подходим на территорию. Ребята, вот я вот. Я уже залез. Заброшка находится за моей спиной. И сейчас отправляемся внутрь. Обратите внимание. Такое ощущение, что это была какая-то въездная арка, которой позже пристроили какое-то строение. О, это оно. Это оно. Надпись. Что-то непонятное. Код, по-моему, в 6 шагу 7. Здесь был. Что, давай сюда спустим. По-моему, 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 по-моему. Вот, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как бы все убрано, замок вон, есть домик с замком Похож на сауну Мангал, да? И видишь, это типа бассейн был Мне кажется, что здесь была сауна, что-то протосип сауны Потому что вот это тоже воздух Вентиляция выходит, обычно так из мани дела Подойдем до того, что выходит на лонжероновский спуск Интересное строение Необычное Вот мы подошли как раз к выходу на лонжероновский спуск За моей спиной И я на лозунке Субтитры сделал DimaTorzok Вон нож какой-то Голубь! Я вижу хрень какая-то Ладно, идем сюда Тут уже Все поубирали Мрамор Андрюха, идем сюда Видно, что здание Кто-то убирает Ну, не здание Тут кто-то наводил порядок Подметал полы Удалось найти интересные остатки посуды Также советского периода Вот, думал взять себе Но она не целая Сфоткал, оставлю тут Посмотрю Какого года она Интересна Покопавшись в интернете Я установил завод-изготовитель И годы выпуска этой посуды Будянский фаянсовый завод Клеймо 1930-х годов Ну, а теперь давайте расскажу Историю этой заброшки Въездная арка На территорию складов Князей Гагариных Следы, которые я вам показывал Была приспособлена под стену Нового склада Где-то в 1860-е годы Предположительно, тогда же Оба склада были соединены между собой С приходом советской власти Точно неизвестно, что было в этих зданиях Но где-то в 1937 году В обоих строениях был сильный пожар После которого, по всей видимости Восстановили только помещение Выходящее на лонжероновский спуск Со слов сторожил В нем в 1960-е Находилась парфюмерная база Но уже в 70-е годы Оба здания были полностью заброшены В конце 1970-х Из-за ошибки какого-то чиновника Руины второго здания Начинают принимать за турецкую мечеть Но никаких документов И даже записей, подтверждающих это До сих пор не найдены О, вон там мусор Спасибо всем за внимание Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца С вами был Сергей Эльмира Андрей До скорых встреч Спасибо Смотрите нас Подписывайтесь Пока Пока-пока Нажимайте на подписку На колокольчик Дальше будет Не менее интересно Пока Субтитры сделал DimaTorzok